Теон Гриджой, все о персонаже. Теон Гриджой, сын Верховного Лорда Железных Островов Бейлана Гриджоя, воспитанник Эддарда Старка. После разгрома Восстания Гриджой Лорд Эддард Старк забрал десятилетнего Теона в Винтерфул в качестве заложника, но воспитывал его вместе со своими детьми. На момент первого появления в повествовании Теону 19 лет. Теон, младший из детей Бейлана Гриджоя и Аланис Харлоу, младший брат погибших во время Восстания Родрика и Марона, а также единственной дочери Бейлана, Еры Гриджой по книгам Ее зовут Аша. Внешность и характер по книге. Худой, смуглый, красивый, черноволосый, с узким лицом. Легкомысленный, высокомерный, самоуверенный, постоянно усмехается, как будто во всем находит смешное. Умен обладает дедуктивными способностями. Любит женщин, охоту, красивую одежду и украшения. Одевается в цвета Гриджоев, черное с золотым кракеном. Прекрасный лучник. Дружен с Робом Старком, тот наслаждается обществом Теона и восхищается им. Джон снова относится к Теону неприязненно, а Бран, как и остальные Старки, отзывается о Теоне довольно прохладно. В книге Теон прожил у Старков девять лет до событий сериала. Сцена казни Сера Родрика в какой-то мере слеплена из двух книжных эпизодов с участием Теона. Плевок в лицо и отданный Теоном приказ о казни из боязни ударить лицом в грязь перед своими людьми отсылают к утоплению Бенфреда Толхарта на Каменном берегу, требования, чтобы Теон сам исполнил свой приговор, и несколько неудачных ударов, калечащих казнимого, к казни псаря Фарлина в Винтерфелле. В книгах события, случившиеся с Теоном в Дредфорте и после него, описаны с точки зрения самого Теона, а точнее, вонючки, благодаря чему можно лучше, чем из сериала, понять, что происходит в мыслях Теона. Дело в том, что Рамси настолько довел его своими издевательствами и пытками, что Теон поверил, что он вонючка. Теон он тоже помнил, но считал, что это кто-то другой, кого уже не существует. Вонючка жил в постоянном страхе и напряжении, и все время боялся сделать что-то, что не понравится Рамси, в любой его просьбе видел подвох и всегда пытался понять, что же действительно его господин от него хочет. Ведь в случае очередной ошибки или проступка Вонючка мог лишиться еще одной части тела или кожи на одной из частей тела, что еще более мучительно. Спасибо за внимание. Поставьте нам лайк или дизлайк. Напишите комментарий. Всем пока.